В неделю перед Рождеством Христом отмечалась память святых отцов. В этот день в Киеве была совершена архиерейская хиратония. Она состояла из-за литургии в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских, Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Возглавил богослужение облаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. За богослужение в Киево-Печерской лавре архиереи православной Украины во главе со своим первоиерархом совершили архиерейскую хиратонию архимандрита Алексея Овсянникова, воепископа Джанкойского и Раздольненского, управляющего Джанкойской епархией Украинской Православной Церкви. Перед началом божественной литургии совершили особый чин. Архимандрит Алексей произнес исповедание веры и дал обеты беречь предание церкви. Затем диакон произнес многолетие предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику. Архимандрит Алексея, из Бранного и Прископа, Богослуженного Рада, Джанкой, помолимся в угольме, Добрызгит на него, замодай, все святого духу праздновать. О, Господи, Божий, Божий, Божий. По завершении Таинства Святительской Хератонии и чтения Святого Евангелия, Блаженнейший Владыка произнес проповедь. В ней Владыка Ануфри объяснил прихожанам важные особенности родословной Господа Иисуса Христа. Архипастер рассказал о предках Спасителя по плоти и объяснил, почему в его родословной не только праведники. Конечно, трудно иногда молиться, трудно поститься, трудно идти в храм, трудно каяться, трудно прощать. Но нужно себя к этому заставлять. Человек отличается от всех прочих творений тем, что он делает не то, что хочет, а то, что надо. Человек имеет силу делать то, что надо, а не то, что он хочет. Также за литургией Блаженнейший Митрополит Ануфрий совершил иерейскую хератонию. В завершение богослужения предстоятель обратился с напутствием к епископу Джанкуйскому и Раздольницкому Алексею и вручил ему архиерейский жезл. По традиции Владыка преподал прихожанам свое первое архипастерское благословение.